Злой режиссер это я. Меня зовут Юра Тепляков и я за добро. В тот момент, когда у вас появилась идея снять фильм, необходимо поставить перед собой конкретную четкую цель, для чего вы хотите снимать кино. Потому что в дальнейшем вы будете соотносить свои действия со своими целями, чтобы не сбиться с правильного пути. Также от вашей цели будет зависеть и путь, по которому вы пойдете, инструменты, которые вы будете использовать и ресурсы, которые вы будете для этого привлекать. Поэтому, повторяю еще раз, появилась идея снять фильм. Ответь себе на вопрос, для чего ты хочешь это сделать. Для того, чтобы снять фильм, от идей до премьеры необходимо пройти пять обязательных этапов. Это разработка проекта, подготовка проекта, производство, монтажно-тонировочный период и реализация проекта. По-английски они называются Development, Pre-Production, Production, Post-Production и Distribution. Кино создает множество людей на разных этапах. И только продюсер проходит все этапы, потому что именно продюсер создает кино. Как режиссер и продюсер я отснял полнометражный дебютный художественный фильм «Зеленая лампа». И в этом проекте я уже выполнил три из необходимых пяти этапов. Я разработал проект, подготовил его и отснял. Сейчас фильм находится в монтажно-тонировочном периоде. Это не спецоперация по поимке криминального авторитета. Это последний день на съемочной площадке фильма «Зеленая лампа». Это действительно событие. Сегодня сороковой съемочный день. Впервые мы начали снимать ровно шесть месяцев назад, 20 июня. И все очень долго шли именно к этому. Потому что многие, откровенно говоря, сомневались. Это большое событие для города. А закончат ли они? А сделают ли они? Первый большой этап сделан. Конечно, идеально было бы вести блог с самых первых этапов. Это было бы нагляднее, интереснее, познавательнее и живее. Но в тот момент я был очень занят работой и совершенно не думал о блоге. Что касается моих целей в этом проекте, то создав несколько краткометражных работ и отработав технологию, я решил опробовать свои силы на полнометражном фильме. Фильм «Зеленая лампа», который изначально создавался как мой полнометражный дебют и целью которого было просто случиться, пройдя путь от идеи до премьеры, перерос в международный проект. Благодаря моей активности и привлечению американских продюсеров в качестве партнеров. Имена которых я назову позже. Для простоты понимания технологической последовательности и навигации в материале я буду размещать видео в плейлистах с названиями, соответствующими этапу производства. Поскольку мой опыт основан на практике, а она в свою очередь основана на теории, то там, где это будет возможно, я буду давать ссылки на теорию в описании ролика. Ну а теперь об этих пяти этапах подробнее и начнем с разработки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!